город припять 26 апреля 1986 года в половине 2 ночи на четвертом энергоблоке аэс произошел взрыв огромное радиоактивное облако зависла над городом припять после аварии на чернобыльской аэс более 47 тысяч человек покинула припять остался лишь город-призрак время в котором словно остановилась жители покидали припять почти без вещей им обещали что эвакуация будет временной сейчас во всех пустых заброшенных зданиях почти не осталось предметов за 30 с лишним лет все представляющие хоть какую-то ценность растащили мародеры бывший город сказка стал призраком смотрящим на безжизненные улицы пустыми проемами окон дома обветшали и частично разрушились бурная растительность захватила улицы и площади припяти на улицах города стоит жуткая тишина после аварии в зараженной зоне были выполнены работы по дезактивации что позволило существенно понизить радиационный фон но несмотря на это жить в этой местности будет невозможно еще по меньшей мере сто лет сейчас весь город обнесен колючей проволокой на въезде в припять установлен контрольно пропускной пункт в городе живут сотрудники станции строители нового саркофага и военные в наши дни припять притягивают множество поклонников заброшенных и необычных мест в городе можно побывать в составе организованной туристической группы имеющий специальное разрешение и сопровождаемой гидом в окрестностях припяти проживает около 500 человек вернувшиеся в родные места люди не сумевшие или не захотевшие начать жизнь в чужих краях в городе функционируют лишь четыре объекта станция для фторирования воды кпп специализированная прачечная и гараж для автомобилей вывозящих радиоактивные отходы местный лес скрывает еще одно наследие холодной войны со зловещей и таинственной репутацией речь идет о радаре дуга радар дуга некогда был одним из самых мощных военных объектов в коммунистическом ссср его высота до сих пор составляет 150 метров а ширина 700 но заброшенное посреди радиоактивных ветров чернобыля система теперь постепенно разрушается город призрак включен в список всемирного наследия юнеско как памятник самой ужасной техногенной катастрофы в истории человечества а